Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует библиотека имени Каковина. Детская литература появилась совсем недавно, в 18 веке, и с тех пор не перестает радовать ребят новыми интересными книжками с яркими картинками и занимательными сюжетами. Зачастую героями истории выступают не дети, не принцессы и не пираты, а зверушки. Народные сказки о животных появились давно, и авторы, начавшие писать для детей, подхватили идею и создали множество историй с приключениями лисичек и зайчиков, волков и маленьких мышек. В чем же заключается популярность подобных книг? Оказывается, не только в том, что они сами по себе забавны, потому что приближают героя, волка или лисичку к ребенку, но и потому что сказка с героем-животным позволяет донести дидактическую идею до внимания маленького читателя. Ведь если мышонок или волчонок научился хорошо себя вести, то и ребенку стоит взять с него пример. Мы предлагаем вам познакомиться с замечательной серией книжка «Улыбка» детского издательства «Эназ.Книга». В забавной сказке Кристиана Жалебуа главным героем является маленький медвежонок, который однажды заблудился в лесу, одичал, и ему понравилось хулиганить. Со всеми животными разругался медвежонок-проказник. Каждого он нагрубил и всех обидел. Встретится ли на его пути тот, кто остановит проказы малыша, и какое чудодейственное средство научит медвежонка быть хорошим? Узнаете из сказки «Маминка». Мама – самое важное существо в жизни каждого ребенка, даже если этот ребенок – большой мишка. С героем сказки «Лучшая мама на свете» французской писательницы Сильвии Азари-Людон произошла неприятность. Он съел все зимние запасы и теперь голодает. Мишкины соседи немедленно пришли ему на помощь. Но разве мышка может прокормить пусть и маленького, но все же медведя? Не под силу это и ежику, и белки, и даже лисику. Как вы думаете, кто поможет медведю? Именно мама приходит на помощь совенку Иви в сказке, написанной Вероникой Каплен. Иви – еще маленький птенец, который не знает растилающегося за пределами гнезда мира. Например, желтый раскаленный шар, который висит прямо на выходе из гнезда, сильно пугает малыша. Сможет ли Иви побороть страх, обрести друзей, научиться летать? Вы узнаете из книги «Мама всегда рет». Впрочем, не только мамы проживают вместе с героями волнительные моменты их приключений. Не остаются без внимания и папы-зверята. Например, когда маленький медвежонок из сказки «Самый лучший папа» разочаровывается в ежедневном сборе меда, он решает найти себе другого папу, жизнь с которым будет веселее, чем с папой медведем. Тем более, что кандидатов на руль нового папы хоть отбавляй, и они все такие интересные. Но разве кто-то сможет заменить медвежонку и его семью? А вот папа-волк из сказки «Кристин Науман-Вильмен» смог предложить своим деткам занятие, которое пришлось им по душе. Он взял их с собой на работу. А знаете, кем он работает? Ловит трех поросят. Да-да, тех самых. Будьте уверены, его 14 волчат останутся довольны. А вот поросят и папа, хм, об этом он узнает из книг с папой на работу. Можете ли вы поверить, что из волков получаются такие хорошие родители? Волчатам из следующей сказки невероятно повезло. Их папа выбрался из теплой кровати поздней ночью накануне Рождества, чтобы отыскать для своих деток немного еды. Однако всех встреченных на пути зверят нельзя есть, ведь их тоже ждут дома голодные дети и старенькие мамы. А новогодние валения и подавно нельзя, им уже пора разносить подарки. Чем же накормит волчат папа-волк? Читайте сказку Жюли Бинт «Страшный, милый волк». И тогда вы сможете ответить на вопрос, страшный этот волк или все-таки милый. У еще одного волка из нашей книжной подборки пока что нет своих волчат. Зато у него нашлось много друзей, да таких, с которыми у него есть общая хоропия. Согласитесь, что вам намного интереснее в обществе друг друга, если вас объединяют совместные занятия. А предметом для страсти может стать что угодно. От собирания марок до любви к пению. Волка-клыка и его друзей из сказки «Почитай мне книжку» Бинэнгта Карбонейл объединила любовь и впечатление. Хобби маленькой мышки Лиззи – шитье. Но вот незадача. Всем своим приятелям и подругам она нашила столько одежды, сколько им вовек не сносить. Лиззи осталась без работы и загустила. На помощь мышке пришли друзья. И теперь Лиззи предстоит связать свитер-бельчонку и перчаточки-дятлу. Сшить пижамку для бобра и халат для коровы. И даже смастерить шляпу для волка. Рукодельницы мышки вы можете почитать в книге «Надин Вольтер» Лиззи и ее команда. Другая героиня, мышка Мими, не разделяет страсти к шитью, ведь ее мечта – сцена. О, наверняка Мими ждет успех, ведь у нее лучшие учителя, и друзья всегда готовы прийти на помощь. Каким будет первое выступление Мими и сумеет ли она осуществить мечту? Открывайте книгу «Хель и Банш» Мими – балерина, чтобы найти ответы на эти вопросы. Мечтаете ли вы о выступлении на сцене? Или, может, о путешествиях в джунглях, или о поисках сокровищ на затонувших пиратских кораблях, как герои следующей книги? Мечтаете ли вы о небе, или о плавании по полноводной реке? У каждого из нас есть мечта, большая, как слон, или маленькая, скромная, как зайчонок. Случалось ли вам делиться ею с друзьями? Герои книги «Подарим мне мечту» рассказали друг другу о своих фантазиях и с тех пор играли и мечтали вместе. Обобудил их к этому обыкновенный зонт. «Как?» – спросите вы. Читайте сказку Джеки Азуа Кэмер, чтобы узнать ответ. Нередко наши мечты связаны с будущим. «Кем быть?» Рано или поздно задумывается каждый. Пожарным и спасать из огня малышей? А может стать пекарем и печь вкусные сладкие булочки? Вот и герои книги «Кем быть?» написанные Квентином Гребеном в стихотворной форме отвечают на этот вопрос. И что с того, что герои – щенки? Ведь собаки, оказывается, мечтают танцевать, тушить пожары, спасать мир и даже учить детей. Герои сказок, изданных в серии «Книжка-улыбка», сталкиваются с проблемами, знакомыми каждому ребенку. Мечты, ссоры с мамой и папой, поиск новых друзей. А также их поджидают многие соблазны и трудности, с которыми не раз встречались мы. Так что, читая книги из этой серии, вы не только познакомитесь со способом решения той или иной проблемы, но и обсудите с ребенком поведение персонажа. Попробуйте разобраться, в чем же он был прав, а где поступил некрасиво. И, конечно, вас не оставят равнодушными замечательные иллюстрации, ведь над созданием этих книжек потрудились лучшие художники-оформители. Все книги из обзора «Читаем с улыбкой» вы найдете на полках коковинки.